Кто знает Малисио? Это что она не самоводчица была, Зоя Ксмедеменская, вот, и это тех героев, а тех, современных героев много, понимаете? Я что-то звоню, плохо у тебя, Андрюха, давай, есть, вот есть человек действительно, вот у него ничего не свисает, он на каталке ездит, прыгает с парашюта, ну в воду правда, представляете, 4 года его шаманов держал в ДВД тоже. То есть человек, вот, да, это подвиг, подвиг, но, знаете, к этому подвигу ещё можно такой эпитет подобрать или определение, безусловный подвиг, понимаете? Вот, вот, то есть это подвиг, совершённый в очень неудобной обстановке, в очень неудобное время, понимаете, вот, по водным условиям, понимаете, там была погода плохая, глухой лес, понимаете? То есть человек попал в такой, тиски такие, знаете, вот, безвыходного вроде как положения, некому помочь, раненый, весь, без сил, понимаете, без пищи, то есть вот, и выбраться, да? То есть тяжесть, вот эта тяжесть такая жизненная навалилась на этого человека, и он всё это на своих плечах вынес, мало этого, добился разрешения, значит, комиссии, опять сел в самолёт, чтобы служить Родине, понимаете как? Вот пример истинный, как надо, понимаете, не Сварценеггеров, а именно своих, своих наших героев, действительно, те, которые помогают нам жить вот в нашей обстановке, в нашем государстве, в наших лесах, понимаете? В нашем, в нашем мире, в нашем менталитете совершать подвиги и служить нашему Отечеству, понимаете? Вот это самое главное. Мне кажется, ещё зритель тоже по такому кино соскучился по настоящим историям, по настоящим героям. Поэтому мне немножко, знаете, неудобно, знаете, так как-то поставлять своего отца, хотя, в принципе, многие говорят, ты что, как он так... Ну, это объективно, он действительно... Действительно, действительно, это очень, понимаете, знание, вот, истории жизни таких людей, они помогают преодолеть сложности жизненные, понимаете? Ну, действительно, есть Юрий Козловский такой есть, лётчик, мы с ним встречались вот тоже. Он встречался с отцом тоже, вот. И, правда, на коротке, а вот как-то наметили не встречу такой, знаете, фундаментальной, и не вышло у них там, ну, по разным причинам, по объективным. Вот. Он тоже выползал, правда, трое суток у всего, но в горах, понимаете, зимой при 20-ти градусном морозе, это под щитой, поэтому самолёт его разбился, с разбитыми ногами, понимаете? И он тоже, молись, мог, и я помогло. Ну, вот видите, как ещё был пример, да. Да, вот он, пожалуйста, видите, как. То есть, вот, это польза подвигов, вот таких вот, геройства таких людей, которые продолжают жить и превратить пользу, превратить, значит, то есть умение и знание, как пережить все наши жизненные сложности. А они у каждого человека, естественно, по жизни бывают, понимаете? Нам очень приятно, что вы наш проект поддержали, вот именно наш, потому что наши, вот мы с Валентиной тоже говорили, задачи совпадают, вот ваши, да, у вековечивания памяти, и наша задача, такая высокая цель для того, чтобы художественными средствами показать вот эту историю, основанную именно на настоящем подвиге, про настоящего невыдуманного героя. Вот, вот, я очень благодарна и вам, что вы нас поддерживаете, и актёрам известным, которые тоже в эту историю включились, которые эту историю мечтают воплотить. Вот, надеемся, что это получится, потому что мы в успех верим картине. Спасибо за то, что вы меня привлекли к такому делу, к такому, это, кстати, участие, да, в этом. И, конечно, мне это как-то и лестно, и гордость такая берёт. Я думаю, что у нас всё получится, понимаете, что действительно фильм будет заслуживать как-то любовь нашего зрителя. Вы правы, что я думаю, что соскучились мы по таким фильмам, понимаете, как вот. Ну, по типу вот этого фильма Столпера будем, так, говоришь, пока сравним только с тем фильмом. А теперь будет и новый у нас, понимаете, как.